всем привет мои дорогие добро пожаловать в новый влог мы сейчас приехали на набережную морю в стамбуле это район и шилькёй вон мои там мира на подстилочке муж на своем стуле помните мы покупали этот стул который раскладывается вот так на нем можно полежать ну как шезлон такой у меня обычный стульчик он красный стоит сегодня такая у нас погода хорошая 17 градусов ну днем обещать сейчас на градусов 15 но все равно ветерок найти такой прохладный достаточно мы решили море съездить прогуляться вот ветер сейчас дует мне прям лицо аж так холодно на солнышке тепло сейчас конец февраля и вот такая вот погода для тех кто соскучился по морю покажу его поближе вы только послушайте этот звук полно прекрасно правда муж мой работал всю ночь поэтому сейчас наверное здесь и уснет еще не спал часик поспал все в общем такая погода все гуляют кстати стамбул в этом году снега так и не увидел кто в черноте кто в футболке и в жилетке он мужчина на скутере на самокате кто-то в пальто вон женщина идет так в общем погода непонятная так как межсезонье ну думаю что уже прохладно прохладная погода не будет где-то будет дальше идти я не я думаю что снег выпадет я думаю точно его не будет поэтому кстати не одни со стульчиками видите парочка тоже со стульчиками пришло тут многие вот так вот там сзади вообще пикник я кстати тоже взяла турецкий чай сейчас будем чаю-ка же чай пить судьбиваться чайку утром пробуешь чипсы с мороженым ну давай и как кстати иногда нужно пробовать действительно такое сочетание сладкое с соленым иногда действительно прикольно мне не понравилось да но не в этот раз здесь так спокойно такое умиротворение этот звук моря чайки вообще классно там вот видите дяденька приехал продает что у него там чай вижу наверное еще может каштан или кукуруза что-то такое всякие что-то разлетались прямо над нами аж страшно сейчас бомбу скинут вот мужчина смотрите пришел со своей телечкой я думаю что он там интересно ищет в баках оказывается металл то есть он металлическую банку вытащил ну из-под пива или из-под козы металл видите ну сдает его из магазина переместилась на подстилочку хотела вам показать кое-что купила в gratis до того как мы приехали сюда в общем такие карандашик взяла для глаз правда взяла случайно два черных ну разный один коричневый сейчас покажу вам открою один автоматически еще такой же черный автоматически взяла вот что-то для стрелок в прошлом блоге вам показывал что я учусь рисовать стрелки свет взяла вот такой вот набор теней 125 их стоит взяла только ради вот этого цвета потому что я поняла что у меня нету вообще каких-то серых или черных теней у меня все в коричневом варианте еще вот эти вот мне понравились можно так на серединку глаз красиво делать просто поет свою любимую песню о том как у него от него деньги ушли а это уже для тех кто любит звуки азана азан это призыв на молитву из мечети в принципе в это время из каждого уголка страны можно этот звук слышать потому что мечети в турции конечно на каждом шагу но это сделано для того чтобы где бы вы ни жили вам удобно было добраться до мечети я знаю что многие любят этот звук мне их само кстати нравится как-то так спокойно становится мне кажется неважно какая религия вот молитва в любой религии звучит как-то по-особенному смотрите есть торговая полиция видимость на машине завтра сразу этот дяденька который торговал каштанами сразу убежал стульчики все это бросал убежал потому что это запрещено так без разрешения торговать без разрешения торговать нельзя вот есть так торговая полиция сзади кузов так что сразу заберут тележку он дядечка назад уже собраться взрешется за этой калиткой обратился тут полиция уехала он кстати еще ездит да просто за порядком следит и он сейчас уже назад возвращается мы пошли на самокате кататься здесь можно самокат арендовать они вот так видите к столбам привязаны через приложение просто если сейчас заработают они покатаются то что поблизости не видно больше обычно здесь много стоит у меня что-то нету где-либо косвенное царство три огромных собаки спят и ворона что-то их караулит посредине стала стоит уже долго смотрите здесь на машине привязано полотенце знаете что это значит это значит что машина из свадебного кортежа то есть у кого-то была свадьба и принято на все машины свадебном кортеже повязывать полотенца в турции кстати не знаю что это значит просто вот такая традиция вот люблю я приходить домой а тут посылочка под дверью нам курьеры часто так оставляют когда нас дома нет вот этот блеск мне пришел который я вам показывала в прошлых влогах сейчас вот такой у него цвет кажется коричневым темным но на губах не такой вот смотрите я сделала сводч и пыталась его смыть водой и умывалкой и представляете он до конца не смывается настолько он прилипательный я даже мицеллярной водой терла все равно у меня видите на руке осталось пятно короче капец не знаю сейчас покажу как он выглядит на губах и надеюсь он потом нормально сотрется с меня смотрите вот так смотрится на губах цвет такой универсальный я бы сказала что-то между таким пыльным розовым и коричневым что-то типа того ну не знаю в общем мне кажется идет мне этот цвет но единственное он такой липкий я читала в отзывах что он реально липкий даже вот когда он застывает уже вроде бы у вас на губах то он липкий не такие не такой эффект как у матовых стойких помад ну короче не мне кажется не стоит он своих денег 300 лир я его взяла реклама увидела но рекламы сделали хорошую всем доброе утро я начинаю свое утро со стакана с лимоном прям выдавила туда сок лимона видите в общем такая у нас сегодня погода середина рабочей недели и вообще как-то так пасмурно не пойму я вчера было 17 градусов настоящая весна сегодня вот так так девчонки еще поступил вопрос по каким тренировкам я занимаюсь и говорила что танцевальные такие упражнения в общем я просто ввожу в ютюбе так как я вела вот написано видите dance work out там куча куча видео он это на американском ютюбе в принципе разницы нет потому что там они ничего не говорят только под музыку танцуют я не буду включать потому что за авторские права меня заблокируют есть еще вот эта американка например какая то есть еще девочка наша значит что нужно вести в youtube танцуй и худей и там у нее тоже всякие такие тренировочки будут в общем чем прикол что под разную популярную музыку здесь вот например дэвид кэта девчонки здесь просто выполняют упражнения разные то есть вам не скучно будет точно но это все в течение сколько здесь 10 минут без остановки с вас идет симпатов я вас уверяю это такая и кардио тренировка и на мышцы то есть там ноги и руки в общем разные тренировки по-разному я просто каждый раз включу себе другую тренировку могу иногда если я не сильно устала 2 включить разных например и я не устаю точнее не я устаю очень сильно я в общем мне не скучно от этих тренировок как это было раньше потому что здесь постоянно разные движения то есть нет у вас такого там три подхода по одним и тем же движением это все там на 20 минут растягиваются плюс какие-то там перерывы на попить водички тут нет тут чисто вы вот занимаетесь все это время поэтому кому интересно да вот посмотрите поищите и я еще в предыдущем ролике в комментариях ссылочки на некоторые видео тоже поставляла вот на русскоязычном ютюбе это вот эта девочка называется канал делай тело танцуй худей под лучшие песни уже тут тренировка сделать я сейчас еще ее включила мне она больше нравится в общем когда потренируете сами поймете почему мы с мужем приехали на базар и тут смотрите кое-что новенькое торговая полиция поставила поставила контрольные весы это для того чтобы вас не обдурили на базаре тоже то есть можно на выходе вот так вот выйти и взвесить заново если что вернуться и поскандалить я так понимаю но это вообще классный ход и на самом деле все гениальное просто я даже не знаю почему раньше до этого никто не додумался но контрольные весы на выходе из базара это прям классно ну и будут меньше я думаю продавцы сами обманывать потому что все-таки как-никак они боятся торговая полиция здесь у нас тут как всегда буйство красок апельсины брокколи перчик зеленый красный как вы хочешь баклажаны помидорки огурчики в общем мы сейчас идем как всегда до самого конца этой улочки базарной и оттуда уже будем вверх подниматься нам цены смотрим просто берем шампиньоны по 80 лир килограмм что-то я вообще конечно сцена офигеваю раньше они стоили вообще дешево ну раньше все было дешево сейчас как-то мне цену же не нравится вот апельсинки по 30 там еще кстати есть другие шампиньоны он дальше лежат более такие большие я не знаю как бы сорт другой ну они уже стоят по 120 на 40 лир дороже так что мы этих берем все другие даже не пробовала я не знаю как они на вкус будут сейчас еще клубничку возьмем принципе за этим мы на базары пришли вот не останавливаться клубника по 100 и дуд тоже, точнее, дуд пакетом продается, не по килограммам, дуд это по-моему ежевика, ну похоже на желковицу, но это ежевика вроде как. ... мы еще решили рыбу купить вообще не собирались потому что у нас не так много налички но тут карточка нужно расплатиться смотрите какой красивый сомон балы норвежский лосось 350 лир и креветки сейчас возьмем вот эти большие за 300 лир тут рыбы прям при вас чистят разрезают как хотите видите поэтому на базаре брать классно в этом плане вам почистят разрезают на кусочки которые вы хотите отдадут только приготовить вам останется и все так каждому креветки конечно не чистят креветки мы будем сами чистить точнее муж этим занимается я к этому руку не прикладываю он специалист так что видите да такие цены и мне кажется что если нету как минимум 1000 лир в кармане то на базар можно не идти потому что что нормально закупиться это надо реально где-то 1000 лир не меньше мне кажется но если вы хотите купить там рыбу все овощи и так далее вот так вот поэтому кто сказал что в турции дешево все нет далеко не дешево раньше да конечно было дешево муж тоже самообслуживанием занялся креветки там набирает ну потому что не все заняты да раньше было конечно намного выгоднее ну либо же я еще не привыкла к ценам я не знаю чем это связано но мне кажется все таки что покупательская способность снизилась хотя если так посмотреть вокруг все равно очень много людей и в магазинах очереди за одежда и вот на базаре тоже толпа то есть я бы не сказала что как-то это на людях ну либо же люди просто пытаются крутиться да и возможно больше зарабатывать чтобы это позволит себе достойно жить короче мы сейчас тогда покупаем рыбку креветки и наверное на этом все идем домой в общем потому что мы овощи муж точнее овощи все остальные там огурчики помидорчики перец он купил филе с утра мне там больше нравится честно говоря чем на базаре потому что на базаре не всегда дают выбирать особенно вот помидоры например говорят что типа там выбора нет да там допустим огурцы это можно выбрать ну принципе мне огурцы устраивает и филе а помидорки вот муж прям выбирает тщательно помидоры черри мы берем по одной прям убирают на базаре не всегда есть выбор поэтому вам там где-то сзади могут насыпать каких-то полугнилых да и мне такое не нравится так в филе всегда все свежее вот рыбу только мы на базаре берем и клубника мне нравится на базаре как-то она здесь мне кажется посвежее и реально дешевле чем магазина клубника так сейчас муж тогда расплатится наверно карты да потому что налички у нас нету в принципе мы пойдем домой четыреста шестью четыреста шестью лиро верю еще один Başka isteğin var mı? Абонир. 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 Спасибо вам, Абонир. показала вам атмосферу базара. Кстати, базар у нас такой немножко вещевой, но в основном это, конечно, продуктовый рынок. И базары в Турции, вот такие вот районные, работают один раз в неделю. У нас это во четвергам. Вообще в каждом районе разный день. То есть у нас есть вот здесь, вот у нас по четвергам, еще чуть-чуть дальше у нас по воскресеньям базар. То есть вот так вот раз в неделю, но работает целый день с утра, и прям до темноты они работают. Так все раскладывают. Вообще здесь проезжая часть в обычные дни, то есть здесь закрывают проезжую часть, когда базар, и здесь уже машины, конечно, не проедут. Они вот это вот все привозят, все вот эти, как-то их сказать, столики их, потом шатры, все это устанавливают с утра и вечером все забирают. И так раз в неделю привозят. Не знаю почему, но именно вот так вот в Турции принято, что базары работают раз в неделю. У меня в Украине, например, базар был, по-моему, каждый день, кроме одного дня, и конкретно выделенное место на него было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok